Жалай-Иры Жалай-Иры Вычисленность Жалай-Иров составляет 485 тысяч человек. Устные генеалогические предания казахов, записанные АН. Арестовым сослов Деканбай Батыра, возводят родословную Жалай-Иры к человеку по имени Жалай-Ир, который был потомком Жан-Сакала. Жан-Сакал и Ак-Сакал происходят от Уисона в ДР. Генеалогия Жан-Сакал и Жалай-Ир – это одно лицо, которое происходит от Майка-Бия. Согласно Шижере, настоящее имя Жалай-Ир, Кабулан – история племена Жалай-Иры до вхождения в состав казахского народа занимали различные регионы Центральной Азии, главным образом Монголии. В начале 13-ти в. они вошли в состав Монгольской империи, и их представители участвовали в завоевательных войнах Чингисхана. Наибольшую славу получил Мухали, Мукелай, Гован – князь государства, командующий левого крыла армии Чингисхана, который, по свидетельству Рашид Аддина, был влиятельным эмиром и оказал похвальные услуги. Он руководил завоеванием Сев-Китая. После образования Монгольской империи Жалай-Иры, по словам Танашпаева, были разделены на четыре группы. Первая оставалась в Монголии и Китае, вторая вошла в состав владений Джучи и, по преданиям, поселилась на востоке от среднем течения реки Шу, Шуманак, третья заняла земли в долинах Ширшика, Черчика и Ангрена, Сарманак, четвертая была передана во владение Хулагу, наместника монголов Персии. Вторая группа, Шуманак, в 14-15 ВВ. Входила в состав аккорды и составляла ядро армии Урусхана, в 15-17 ВВ. Жалай-Иры играли заметную роль в жизни казахского ханства. Ярким представителем Жалай-Иры в Кон. 16. Нач. 17 В. Был Кадыр-Галек Асимулы, советник, Караши, Арас Мухаммада, племянника казахского хана Тауэкеля. Попав в русский плен, он написал известное историческое сочинение Джами Ат-Таварих, посвященное истории Даштапи Кепчака и казахского ханства. В середине 18 В. Жалай-Иры заняли Качеве в Капальском уезде, Житысу. Другие части, не вошедшие в состав казахов, участвовали в образовании узбекского, кыргызского и каракалпакского народов.